МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потом будет общение информации, а общение данных по этому призыву. Потом уже будут анализы и какие-то итоги выявляться. Ну, сейчас можно с уверенностью сказать, что призыв выполнен в полном объеме. Более тысячи человек резиденцев отправлены к местам прохождения военной службы. За время призыва с 1 октября по сегодняшний день на призывных пунктах в отделах муниципальных военного комиссариата области и на сборном пункте области не совершено никаких преступлений, происшествий, не случилось бы. Все отработали очень грамотно. А география какая в большинстве случаев? Стандартная география, как я всегда и говорю, это в основном часть подразделения расположена в Центральном федеральном округе. Есть там команды, которые уходили на территорию Мурманской области. Были команды, ну это небольшие, которые уходили на Урал. Но для нас это не показатель, скажем так, это редкий случай, когда нам даются такие команды на комплектование. Сейчас об итогах года, подходящего к концу, сейчас еще рано пока говорить? Или уже можно какие-то тоже итоги подвести? Самый главный итог, самый главный итог, что возвратов солдат и досрочного увольнения наших земляков по итогам года нету практически. Это говорит о том, что медицинские комиссии отработали все очень на высоком уровне, грамотно, профессионально. Второй большой итог, о котором можно сейчас говорить, что в период всех призывных кампаний проходящего года, еще раз говорю, не было совершено никаких, ни одного преступления, не произошло никаких происшествий. Вот это тоже очень важно. Законность выполнялась при принятии решений в полном объеме по каждому призывнику. Вот сейчас, если говорить о службе по контракту, здесь у нас набирает популярность, скажем так, такого рода ведь служба? Не только у нас набирает популярность, она вообще набирает популярность по Российской Федерации. В этом году, по информации главного организационного управления, количество контрактников впервые превысило количество призывников в вооруженных силах. Это говорит о том, что служба по контракту востребована, государство этой службе уделяет большое внимание, и молодые люди с удовольствием идут на эту службу. Причины тому могут быть разные. Конечно же, они индивидуальны для каждого, но самая главная причина в том, что это стабильность, это уверенность в завтрашнем дне, это хороший фундамент или хороший, так сказать, трамплин для продолжения своего жизненного пути достойно. Параллельную какую работу еще проводите? Например, с солдатскими матерями. Что это вообще за работа? На что она направлена? Работу с родителями мы начинали в тяжелое для организации призыва время. Это было в начале 2000-х, когда отношение к армии общества было негативное. Мы тогда открыли дверь призных комиссий, открыли дверь медицинских комиссий для родителей, приглашали родителей на заседание призных комиссий, чтобы они участвовали в выработке решения по каждому молодому человеку. Создавали мы родительские комитеты при каждом военном комиссариате муниципального района. Тогда у нас началось сотрудничество с комитетом солдатских матерей, Рязанским региональным отделением. Постепенно эту работу с родителями как раз взял на себя этот комитет, возглавляемый Галины Андреевны Барашковой. Она очень грамотно построила работу свою. Ничего мы не скрываем от матерей, от отцов. У нас мы все доступны, все члены призной комиссии областной доступны, и районных комиссий тоже. Поэтому, наверное, и отношение в том числе к работе военных комиссариатов в области изменилось в положительную сторону. Призванные работы помогают нам уже, будем так говорить, и государству в том числе. Наконец-то появились новые законы федеральные, регламентирующие службу в том числе, и действия военного комиссариата по отношению к тем, кто, нарушая закон, пытался уклониться от прохождения военной службы незаконно. Внесены достойные изменения в закон основополагающий, который основополагающий нашу деятельность. Это закон о воинской обязанности и военной службе 53 ФЗ. Народ, общество эти изменения знает. Мы их доводим до всех. Рассказываем, к чему они ведут, для чего они сделаны. И будем так говорить, что это тоже способствовало тому, что молодые люди с пониманием идут на мероприятия, связанные с призывом, и будем так говорить, желание, то есть больше появилось молодых людей, которых действительно есть желание отслужить этот год достойным. Мы даже предлагаем сейчас, но это не мы, а наше государство пошло на то, что Министерство обороны предлагает ребятам, которые не служили по призыву, но имеют высшее образование, заменить службу по призыву один год на службу по контракту два года. То есть первый контракт контрактники подписывают на три года. Вот Министерство обороны пошло на то, чтобы первый контракт ребят с высшим образованием подписывали на два года. Ну и тут идет, так сказать, замена. Один год по призыву, это два года по контракту. То есть полгода служба по призыву, один год служба по контракту. Разница здесь есть, большая разница. Если мы говорим о призыве, это служба по распорядку дня, от подъема до отбоя, то служба по контракту, основа ее – это регламент рабочего времени. Как в любой организации, сначала с 9-8 утра и до 18-19. С обедом, как положено. Естественно, с получением денежного удовольствия в полном объеме, как военнослужащие по контракту. Там же тоже возрастные ограничения, стандартные, вот эти, да, от 18 до 27? Ну, естественно. У нас по закону молодой человек имеет право на пройти военную службу по призыву от 18 лет, когда ему исполняется 18 лет, до 27 лет. После 27 лет, если он не проходил службу по призыву или по контракту, уже с ним разбирается призная комиссия на предмет законности непрохождения службы. И по новому закону, если призная комиссия района принимает решение о том, что молодой человек по истечении 27 лет проходил службу, не проходил службу на незаконных основаниях, ему выдается не военный билет, а справка. Ух, наверное, листочек бумажки с фотографией. Они появились в течение двух-трех месяцев последних, а до этого просто военный комиссариат или отдел муниципального образования делал запись в военном билете о том, что молодой человек не проходил службу по призыву на незаконных основаниях. Вот это для работодателя на основании закона федерального являлось основанием отказать ему премию на работу на федеральную муниципальную службу в органы МЧС, МВД. А добровольцев вот сейчас больше стало? Больше. Больше стало добровольцев. Ребята даже, есть категория ребят, которые для того, чтобы пройти службу по призыву, пишут, уходят в академию отпуска с учебных заведений. Вот. Есть такие, да. Их не один, два, их десятки. Ну, я считаю, это правильно, потому что, ну, конституционный долг свой надо выполнить, обязанность свою надо исполнить. Когда ее исполнить, чем раньше, тем лучше. Вот. Потому что пока только начало пути, никаких обременений больших нет. Поэтому лучше пройти эту службу сразу. В армии ребят взрослеют? Да, да. Набираются опыта определенного? В данном случае, когда действительно ребята в армии начинали относиться не только к своим ровесникам, но даже и к родителям, и к родственникам, и к самой жизни. Опять же, престижно и много дорог открывает. С помощью государства нашего, с помощью тех мероприятий, которые проводят Министерство обороны, служба становится действительно престижной и почетной. Это факт. Это мы видим своими глазами вот эти все изменения. Спасибо, что пришли к нам в гости. С наступающими вас праздниками, Владислав Витальевич. Заходите еще. Вас также. Спасибо. Это была программа подробностей. Мы с вами увидимся скоро. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»